Мы все хотим, чтобы окружающий мир был хорошим, чтобы люди жили в мире справедливости и любви. Но есть одна проблема. Что-то заставляет нас постоянно уничтожать и очернять все вокруг. Мы называем это злом. С точки зрения Библии, зло разрушает вещи как минимум двумя способами. Есть прямое влияние зла на нас, к примеру, если кто-то украл что-то у другого. Он поступил несправедливо. А значит, он должен отдать или сделать что-то, чтобы исправить это? Но есть и другое, непрямое влияние зла. Зло разрушает отношения, уничтожая доверие и нанося эмоциональный ущерб людям. Это похоже на психологический вандализм. И это тоже надо исправлять. Многие думают так. Бог добрый. Он должен избавить мир от зла. Но давайте будем честными. То зло, которое мы видим вокруг, также находится и в нас самих. Все мы участвуем в нем и продолжаем его делать. То есть выходит, мы оказываемся в безвыходном положении. Если Богу нужно избавить мир от зла, то ему придется избавиться и от нас. Но здесь проявляется уникальность библейской истории и милость Божья. Господь настолько добр, что Он не просто избавит мир от зла, но сделает это, не уничтожая человечество. Как же Он это сделает? В начале Библии мы читаем о практике жертвоприношения. Для нас это может казаться странным, но тогда для израильтян это был мощный символ Божьей справедливости и милости. Не будем забывать, что мы сами вносим свой вклад в общее зло в мире. А значит, от нас тоже нужно избавиться, чтобы убрать все зло. Но вместо этого Бог принимает животную жертву вместо человеческой жертвы. Это животное умирает вместо человека. На библейском языке этот процесс называется «искупление», что означает спасать кого-то от заслуженной смерти. У этого ритуала есть и вторая часть. Не забывайте, что зло также приводит к разрушению взаимоотношений. В Библии это символически описано как загрязнение или осквернение земли, делая ее нечистой. Поэтому священники символически смывали всякую грязь, окропляя кровью животных разные части храма. То есть кровь животных очищает вещи? Не забывай, что это символ, который просто непривычен для нас. Кровь символизирует жизнь. А окропление кровью – это символ того, как Бог очищает последствия разрушения, причиненной злом. В Библии этот процесс называется «очищение». После такого очищения храм и земля становились чистым местом, где Бог мог жить в мире со своим народом. Получается, этот ритуал помогал исправлять ошибки Израиля перед Богом. И не только. Израильтяне ощущали Божью любовь и милость через это. Получив прощение, они, по идее, должны были становиться любящими и милостивыми сами. Ну это в идеале, но такое бывало не всегда. Да. Например, пророк Исаия много говорит об этом. Он начинает свою книгу с того, что постоянные жертвы израильтян стали бессмысленными, потому что они продолжали грешить, забывали о бедных и угнетенных. Даже израильские цари искажали понятие справедливости. Поэтому Исаия пророчествовал и ожидал дня, когда придет новый царь из рода Давида и победит зло каким-то удивительным способом. Этот царь станет слугой и будет не просто служить, а пострадает и умрет из-за греха, сделанного людьми. Его жизнь будет принесена в жертву за этот грех. Это пророчество, которое исполнил Иисус. Он – царь Израиля, который пострадал и умер на кресте. Сам Иисус использовал слова Исаии, когда сказал, что пришел, чтобы послужить и отдать душу свою за искупление многих. Иисус говорит о жертве искупления. Мы часто читаем в Новом Завете, что смерть Иисуса стала жертвой за наши грехи и покрыла долг, который был у людей перед Богом за все зло и смерть, принесенные в этом мире. Но авторы Нового Завета также говорят о том, что смерть Иисуса принесла очищение. Мы часто слышим о крови Иисуса как о символе его жизни и о том, как она может смыть всю эту грязь, которую принесло зло, чтобы мы могли жить в мире с Богом. Вот ради чего умер Иисус. Но это не конец истории. Да. Новый Завет говорит о том, что смерть Иисуса не была завершением. Он воскрес из мертвых. Иисус стал жертвой, которая победила силу зла и смерти. Это значит, что Он продолжает жить и предлагает свою жизнь каждому, кто готов принять ее. Иисус был совершенной жертвой, на которую указывали все предыдущие жертвы. Таким образом, из-за жертвы Иисуса первые христиане перестали принимать участие в жертвоприношении животных. Но им были даны новые священодействия, два из которых показал сам Иисус. Первое называется водным крещением. Погружение человека в воду символизирует его причастность к смерти Иисуса, а выныривание показывает, что человек воскрес для новой жизни с Иисусом. То есть водное крещение — это священодействие, которое объединяет вашу жизнь со смертью и воскресением Иисуса. Второе священодействие называется причастием. Это воссоздание последней вечери Иисуса с учениками. Тогда Иисус использовал хлеб и вино как прообраза, чтобы объяснить свою будущую жертвенную смерть. И теперь последователи Иисуса регулярно принимают чашу и хлеб, чтобы помнить о смерти Иисуса и присоединиться к Его силе и жизни. Эти священодействия напоминают нам о Божьей любви и вдохновляют нас жить в любви и милосердии. И не только. Они соединяют нас с новым источником жизни. Та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, теперь может действовать в наших жизнях, изменять нас, освобождать от зла, преображая нас в людей, которые живут в любви и мире.